И последнее в губернии стартовал марафон Жигулевское море. Второй этап чемпионата России по сноукайтингу подержал попутный ветер. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов со всей страны. За перемещениями сноукайтеров следила Светлана Бессольцева. Камиль занимается кайтингом уже 6 лет. Признается, уговорил попробовать друг. Сейчас в личной копилке спортсмена уже несколько наград. Он победитель Кубка Сибири и призер марафона Жигулевское море прошлых лет. Предпочитает фристайл, прыжки через препятствия. Я уже вижу себя всегда в кайтинге. То есть я бизнес поставил так, что я работаю только до обеда. То есть если дует, то я на каме сразу же. Причем время года не имеет значения. Дуб и ветер. Кайтинг это универсальный вид спорта. Ты можешь заниматься как зимой, так и летом. Главное, это вот такой вот воздушный змей. Осталось одеть лыжи или роликовые коньки в зависимости от сезона. И вперед, ловить побутный ветер. В регионе Жигулевское море проводится шестой раз. В этом году марафон получил статус второго этапа Кубка России. Со всей страны сюда съехалось более 80 спортсменов. У местных было два райдера, два спортсмена. Мы раньше их никогда не видели, то есть не знали об их уровне. Уровень они показали прям очень высокий. И выиграли даже некоторых именитых спортсменов. Еще одно новшество этого года – навигаторы. С их помощью на специальном экране зрителям были видны все передвижения участников. Лично я хочу, чтобы как можно больше людей каталось с кайтом. Потому что на Волге большие просторы. Ветер довольно часто дует. Оборудование несложное. Научиться тоже несложно. На итоговый чемпионат страны в Санкт-Петербург мастера кайта отправятся в марте. Светлана Бесольцева, Андрей Барбашов. Вести Самара из Тольятти.